всем привет вы на канале коптер тайм сегодня на канале у нас не будет никаких дронов сегодня мы вам покажем очень крутой уникальную в своем роде вещь это порвет все стереотипы про fpv и так встречайте авиамодельная группа высшего пилотажа легион знакомьтесь это дмитрий сычинский это тот самый человек который всю эту группу придумал это самый что ни на есть основатель сейчас он нам коротко расскажет о том как все это зарождалось и собственно говоря расскажет нам про сами аппараты на которых летают ребята группа родилась года 4 назад все началось тренировочных полетов группы то есть даже не группа это было всего пара самолетов для чего создавалась на самом деле группа да то что была задача все-таки продемонстрировать групповой пилотаж схожие с такими известными группами как русские витязи соколы россии только на авиамоделях все говорили что это нереально но мы потихонечку учимся движемся а и Самолетик представляет из себя пенопластовый ЕПП-планер Куча электроники на самом деле Электрические двигатели на нем стоят, что в принципе безопасно практически для полетов на публике То есть может проводить демонстрационные полеты Ну как бы по сути машина безопасна, в отличие от керосиновых моделей Значит в самолете находятся три компьютера, которые помогают пилоту удерживать курс, направление Самолет управляется, контроль самолета производится управление по камере То есть от первого лица Пилот как бы находясь практически внутри самолета в очки видит через камеру, приборную доску Информацию на экране о полетных режимах, о скорости, высоте Положение различных элементов конструкции самолета Там выпуска шасси, механизации и так далее Рад представить вам Сергея Это шеф-пилот и также испытатель всех машин пилотажной группы «Легион» Сейчас он нам расскажет об электронной начинке данных самолетов и покажет, где, как, что расположено в этом самолете Ну, собственно, в данном самолете у нас установлен мозг его, скажем так Это полетный контроллер Motec F765 Wing Это единственный на данный момент бюджетный полетный контроллер, который позволяет нам подключить все 12 каналов Ну, в принципе, устройство модели сложнее, потому что помимо задействованных каналов через полетный контроллер Также у нас часть каналов задействованы через приемник Crossfire Здесь у нас установлена дополнительно петла по ОСД Цель установки была сделать более копейную картинку на ОСД каждого пилота Но эта вещь пока не особо используется Также у нас установлен поджиг дымов для групповых полетов Помимо стоковых бэков полетного контроллера установлены еще три дополнительных Здесь у нас установлен поворотный механизм камеры, который может управлять по курсу и по высоте В приборной панели установлен индикатор газа, который светодиодами указывает нам положение стика ручки газа Здесь установлен фоторезистор, который меняет яркость светодиодов газа Здесь установлен у нас в этом отсеке бортовой аккумулятор Это литий-ионка трехбаночная, 3 Ач Ходовой аккумулятор это шестибаночный 5200 по емкости В среднем на групповом пилотаже аккумулятора хватает на 6 минут Если летать соло пилотаж, то это где-то 3,5-4 минуты Это при средней скорости порядка 90, да? Ну, от 90, нет, а групповой пилотаж скорость от 90 до 120 Сольный пилотаж, там и до 150 бывает скорость заходит То есть режимы очень разные Но при всем при этом, летая групповой пилотаж за ведущим Расход электричества увеличивается, потому что, держа строй, нужно постоянно подгазовывать Прибирать газ, режим очень смешанный, который сильно влияет на расход, скажем так, топлива Для запуска дымов нами были сделаны на заказ платы управления поджига дымами Управляется это через ПВМ-канал, здесь канал у нас запараллельен То есть плата двухканальная, сейчас у нас дымы запараллельны на один канал Второй канал мы оставили на будущее, так как планируется с этих самолетов еще запуск ракет Чтобы построить такой самолет полностью с нуля, то есть купить кит-набор, либо ПНП-набор Это порядка месяца-полутора работы по ночам То есть уделяя 3-4 часа в день, за полтора месяца, в принципе, можно собрать такой самолет Рад представить вам одного из участников группы АГВП «Легион» Кулясову Ольгу В данной группе она является руководителем полета Это один из самых важных людей, наверное, в группе Который практически является глазами пилота, когда они одевают свои ФПВ-очки В группе я больше выполняю функцию внешнего наблюдателя, потому что пилоты друг друга видят очень ограниченно Бывает так, что когда летит группа, 4 одинаковых самолета, кто-то может отвалиться, кто-то может заблудиться И нужно подвести пилота обратно, поставить его на позицию, позиционировать иногда Приходится ответить на вопрос «Где я?» Ну, реально, такое реально бывает И когда идут фигуры, например, распуск, нужно вывести на точку распуска, дать команду Для того, чтобы не было случайного, не произошел распуск на зрителя При встречном пилотаже тоже надо отмечать точку встречи, точку, где начинается выполнение встречного пилотажа Опять же, потому что пилоты друг друга видят ограниченно Это первое Второе, мы иногда летаем с большой авиацией И приходится также контактировать с вышкой, с руководящими какими-то органами аэродрома И получать разрешение на вылет, докладывать о конце вылета Ну, это фактически, можно так сказать, функцию руководителя полетов Именно, ну, вообще руководителя воздушного пространства в данной ситуации На данный момент это единственная в мире группа, которая выполняет пилотаж именно на моделях Как бы, да, очень много по миру различных групп высшего пилотажа Но именно на моделях это действительно единственная в мире группа Надеюсь, что нас узнают многие ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА